Большой резонанс в мировых СМИ продолжает вызывать опубликованное накануне статья президента Шавката Мерзиёева. В ней лидер страны отметил, что председательство Узбекистана в ШОС выпало на динамичный период исторического разлома, когда начинается новая, непредсказуемая и неизвестная эпоха. На что еще обращают внимание ведущие масс-медиа, зарубежные СМИ и международные эксперты в обзоре программы. Статья лидера Узбекистана вызвала мощный резонанс в мировом сообществе. Ведущие телекомпании, известные интернет-издания по всему миру опубликовали свои комментарии, статьи и точки зрения экспертов, представителей зарубежных СМИ. В американском издании The Frontier Post было отмечено, что председательство Узбекистана в ШОС пришлось на динамичный, насыщенный различными событиями и тенденциями период. Период исторического разлома, когда заканчивается одна эпоха и начинается другая, пока же еще непредсказуемая и неизвестная. Здесь же говорилось об успехах и достижениях ШОС. В частности, Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения безразделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса. Поэтому количество государств готовых к сотрудничеству с ШОС с каждым годом растет. В фокусе внимания азербайджанского интернет-издания Musava.com подчеркнута основная модель успешного регионального сотрудничества. Шанхайская организация сотрудничества – одна из самых молодых многосторонних организаций. По сути, эта организация является уникальной межгосударственной структурой, сумевшей объединить страны с разными культурно-цивилизационными кодами, собственными внешнеполитическими курсами и национальными моделями развития. За небольшой исторический период ШОС прошла большой путь и стала неотъемлемым элементом современного глобального политического и экономического мироустройства. Другое европейское издание Society выделило из статьи вот такую цитату главы нашего государства. «Эффективное международное сотрудничество делает мир более стабильным, предсказуемым и благополучным. Это наиболее жизнеспособный, доступный и близкий путь к решению общих проблем современности, а также универсальная страховка от грядущих вызовов и потрясений». В опубликованной в ведущих немецких СМИ статье президент Узбекистана вполне справедливо позиционирует эту региональную организацию как образец мирного сосуществования и добрососедства. Такие объединения помогают странам находить взаимопонимание и всё глубже интегрироваться. Они также помогают в развитии политического и экономического сотрудничества, расширению культурных обменов и народной дипломатии. В своей статье Шавкат Мерзиёев выдвигает лозунг «ШОС сильна, если силён каждый из нас». И это выражение вполне соответствует сегодняшнему развитию самого Узбекистана, относящемуся к числу наиболее активных членов организации. Как указывает президент, Узбекистан, взяв на себя ответственную миссию председателя в ШОС, сделал ставку на стратегию опережающего развития. «Сегодня мы все являемся свидетелями масштабных реформ, осуществляемых в Узбекистане». Новая внешняя политика стала катализатором интенсификации региональной кооперации в Центральной Азии. Расширяется международное сотрудничество. На индийских сайтах «Экономик Таймс», «Индия Таймс», «Дипломаси Индия» также были отмечены некоторые моменты, на которые президент Узбекистана акцентировал внимание мирового сообщества. В частности, в публикации говорится, «Выход из опасной спирали проблем во взаимосвязанном мире, в котором мы все сегодня живем, есть только один. Через конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, основанное на учёте и уважении интересов каждого. Именно в период кризиса, когда все страны, большие, средние, малые, должны отложить в сторону свои узкие интересы и сосредоточиться на таком взаимодействии, объединить и приумножить общие усилия и возможности для противодействия угрозам и вызовам миру, безопасности и устойчивому развитию, которые касаются каждого из нас». Считаю, что подготовка к саммиту в Самарканде идёт очень хорошо. Когда я приехал в вашу страну, понял, что культура и некоторые традиции Индии и Узбекистана схожи. Я прочитал статью вашего президента. Основной акцент сделан на дальнейшее развитие партнёрских отношений между странами. Шавкат Мерзиёев отметил, «Шанхайская организация сотрудничества сильна, если силён каждый из нас». И, конечно же, укрепление взаимоотношений в рамках инициатив, реализуемых в рамках организации – очень важный вопрос. В преддверии саммита были проведены встречи на уровне министров. Собрать в одном месте 15 глав государств – это большое достижение. Индия присоединилась к ШОС в 2017 году. В этом году к организации присоединился Иран. В целом, вступление в ШОС открывает для его участников много возможностей. Конструктивный диалог в рамках ШОС приведёт к дальнейшему укреплению сотрудничества в экономической, культурной и других сферах. Помимо публикаций и комментариев относительно резонансной статьи лидера Узбекистана, озвучили свою точку зрения и международные эксперты, политологи, представители международных организаций. Нынешний форум ШОС – это отражение успехов реформ президента Узбекистана Шавката Мирамоновича Мерзиёева, которые не только коренным образом изменили жизнь страны, но и открыли Узбекистан для мира, привнеся новые возможности для международного сотрудничества. Выдвинутые накануне саммита президентом Мерзиёевым идеи об ответе на глобальные вызовы эпохи путём развития сотрудничества во благо всех стран – это реальный новый путь, который способствует разрядке международной напряжённости, решению экономических и экологических проблем. Саммит является ещё одним показателем проявления лидерских качеств и дипломатических способностей президента Узбекистана Шавката Мерзиёева для объединения всех усилий в пользу достижения нового, более справедливого и единого международного порядка. По моему мнению, это будет одним из главных результатов этого саммита в Самарканде, город, который традиционно является местом встреч, взаимодействия международными разных цивилизаций, культур и интересов. Считаю, что этот саммит продемонстрирует нам взаимодействие и сотрудничество, а также подтвердит, что все страны нуждаются в расширении совместного сотрудничества не только по вопросам политики и безопасности, но и в культурном, экономическом, торговом секторах. Уверен, что по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества нас ждут позитивные результаты, так как эта организация преследующая прежде всего цели поддержания диалога для решения региональных проблем и объединения национальных и региональных интересов на разных уровнях. В зарубежных публикациях также были обозначены основные направления взаимодействия для ШОС на новом этапе ее исторического развития, которые нашли свое отражение в более 30 концептуальных программах, договоренностях и решениях, подготовленных в период председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества.